Музыка Музыка Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Добрый день, дорогие друзья! Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Далеко не все имена установлены, да и вряд ли когда-нибудь станут известны. Поэтому появилась в календаре памятных дат еще одна – 3 декабря – день неизвестного солдата. Сколько их, не вернувшихся с поля боя, из концлагерей, из госпиталей. Прошу почтить память всех советских людей, чью жизнь оборвала беспощадная война минутой молчания. Звучит память Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Слово предоставляется заместителю председателя Клайпинского совета ветеранов Ивану Филипповичу Кики. Дорогие друзья, мы с вами собрались в очередной раз, чтобы отдать дань памяти сегодня воинам, известно, где похороненных или не похороненных. Но прежде чем сказать несколько слов по этому печальному случаю, я не могу не сказать, довести до вашего сведения, что вчера мы простились с двумя нашими заслуженными ветеранами. Многие здесь, наверное, знают. Попова Ольга Григорьевна, инвалид Отечественной войны, одна из заслуженных женщин, ветерана войны. И второй ветеран Исаев Анатолий Григорьевич. В этом году это уже 18 наших ветеранов ушло. Вечно им память и покой в том мире. Я не буду подробно говорить о значении этого дня. Сам день памяти неизвестного солдата говорит о себе. И тем не менее, хотя все здесь просвещенные люди и хорошо знают историю нашей бывшей Родины, я все-таки на отдельных фактах остановлюсь и подчеркнусь. Человечество за свою историю пережило 14 с лишним тысяч малых и больших войн. В результате этих войн погибло более 3,5 миллиардов людей, военных и гражданских. По сегодняшним данным, это полмира сегодняшнего погибло. Во время Второй мировой войны, вы знаете, погибло более 50 миллионов советских граждан. 9,5 миллионов воинов погибло на войне. Из них 1 миллион 700 тысяч, это все приблизительные данные, погибли неизвестные солдаты где. Вокруг нашей Лайпеды есть такие захоронения в Горждае, в Крестике, порядка 100 неизвестных солдат. И сегодня в 10 часов наша делегация ветеранов войны, военной службы в 10 часов возгласили с конкурсом здесь пинки. В честь этого памятника поехали по местам захоронений вокруг Горждая. Мы с вами благодаря нашей молодежной организации «Ювениц» во главе с ее руководителем греческом, вот с вами, с теми присутствующими, повторим, как бы, за ходом еще раз отдадим дань памяти погибшим, погибшим, неизвестным в наших воедах. Тяжело говорить о нем. Все присутствуют это все прекрасное память. Почему? Надо еще раз об этом говорить. Потому что сегодня в мире складывается такая ситуация, что мы на грани страшной, более страшной войны, атомной войны, в результате которой может погибнуть вся цивилизация. И тем не менее, темные силы, как я уже сказал, за всю историю человеческую, готовят войны, начинают войны, проливают чутку и кровь, как вампири бьют эту кровь, но не в прямом смысле, а через кровь делают большие деньги, деньги, деньги и деньги. За счет крови человечества. И мы с вами сегодня мы говорим за свидетелями, когда отдельные историки, псевдоисторики, писатели, я уже не говорю в политиках отдельных, в бешеном темпе призывают, даже требуют покаяния за то, что воины в той мировой войне десятки мира спасли мир, подпоследствием. Вот они лежат здесь, прежневременно погибшие. Можем ли мы, имеем ли мы право от их имени простить извинения перед этими идиотами. Вот я взял специально у вас из газеты Пайпеды, я думаю, вы все читали. Был такой Буковский. Он здесь говорит, читаю, без покаяния и очищения нет будущего. Мы, победители, должны каяться перед кем, перед этими сытыми, жирными, жирными, живущими в раю за счет народов. Какое кощунство. Даже это да. Очень много можно в качестве вопросов и еще один пример, тоже можете вам написать, он в России писатель, я сам слышал, как он на реализации своей книги сказал, «Если бы Гитлер победил, то наш народ полюбил, мне не Бог. А это ж человек культуры, разве можно, вот говори, он в ста миллионов погибел, а не что? Вот такое время, почему только вы, я знаю, то, что я в городе все прекрасно знаю. Вот так. И очень печально, что мы пришли сюда, и не только сегодня, мы приходим, 28-го дня, затем День Победы, 9-го, затем 22-го, я так громко говорю, думаю, что слышно, вот так. Для них это не победа. И для таких, как они, человеческие жизни в миллионы ничего не стоят. Наверное, я заговорил много, я я буду заканчивать, наша погода не позволяет, нашим, по возрасту уже 5-го года. Закончить свое выступление, помимо того, что я сказал, мыслями мудрых людей, видных людей, которых вы тоже знаете. И все-таки я приведу эти слова. гордиться славою своих предков. Не только можно, но и нужно. Не уважать умную есть постыдное молодушие. Пушкин. 300 лет тому нам, как будто бы смотрел на наши дни и сказал. Еще одно. Веруй, что все было не зря. Наши песни, наши сказки, наши страдания, наши неимоверные тяжести победы. Не отдай всего этого за понюх табаку. Помни это. Путь человека. Жукшин. Все знают. И последнее, как бы замещание. Для отчизны наибольшая опасность не во внешнем вороге таится, а в собственных идиотах. Вот. Идиоты сегодняшние, не видевшие живого фашиста, пытаются нам диктовать. Я на этом заканчиваю. Добавить к тому, что я сказал умных людей, я хочу под именем нашего совета всех вас поблагодарить, кто пришел отдать дань памяти. Поблагодарить Алексея и молодежь, единственная в республике, я, наверное, так правильно говорю, которая уже более 5 лет отдает дань памяти давшим всем. спасибо, Алексей тебе и всем. Спасибо вам, извините, что я побежал. Иван Филиппович. Единственное, что я могу к этому еще добавить. В группе координаторов бессмертного полка мира у нас случилась небольшая дискуссия. Один из координаторов задал вопрос, как вы относитесь к тому, что Германия предложила отметить День Победы совместно с Россией. Ну, честно говоря, относимся мы к этому никак. Если только Германия будет отмечать тот праздник, который был установлен в ГДФ, 8 мая, День освобождения Германии от фашизма. Именно освобождение, но не коим образом и День Победы. Нельзя, чтобы забывали, кто на самом деле победитель. Хотя буквально неделю назад один человек в возрасте, причем еврейской национальности, поверь мне, в некоторый шок, когда он начал мне объяснять, что сколько можно уже мстить Германии, надо простить. Не простим и не забудем. Дальше по сценарию. На защиту Родины встала вся страна. На фронт уходили эшелоны, а домой летели фронтовые треугольники с весточками от солдат и похоронки. Со страшным упал смертью храбрых, еще более страшным, таящим в себе зачастую пустую надежду, пропал без вести. В микрофон я хочу пригласить члена Клайпецкого литературного клуба «Среда» Лукинского Геннадия. Недаром было сказано без вести пропавших и неизвестных солдат. Вот и пришла еще одна памятная дата. День святой. День неизвестного солдата. В сорок первом сражался он суровой зимою и в кровавых боях погиб под Москвою. Безымянным, неизвестным героем похоронен он был у Кремлевской стены. И видел с тех пор только мирные сны и в память нам, всему народу, в любое время суток, в любую непогоду, горит вечный огонь на его могиле. В карауле почет березы застыли, и душа его витает в облаках, его подвиг бессмертен в веках. Это первая часть, а вторая. Почести воздали павшим и салютов ярких грохот смол, но перед безвести пропавшими еще остался неплачный долг. Они в лесах и на полянах лежат и позабыты нами, глядят из тьмы на облака, не слышны их немые голоса. Им быстроют сталь варить, детей растить и просто жить, но их неуспокойные души бредут по небу и по суше. И мимо нас безмолкным строем идут идут безвестные герои с тоскливым и печальным взором, смотрящие на нас с укором. Их много, миллионы, тьма, вот что наделала война. Им нет ни монументов славы, как нет награды от державы, но символом и памятью живой, но памятником вечным, ярким, млечный путь над ними и землей, небесной триумфальной аркой. Большое спасибо. Наступает минута прощания, ты глядишь мне тревожно в глаза, и ловлю я родное дыхание, а вдали уже дышит гроза. Трогнул воздух туманный и синий, и тревога коснулась висков, и зовет нас на подвиг Россия, веет ветром от шага полков. прощай, прощай, отче край, ты нас вспоминай, прощай, милый взгляд, прости, прощай, прости, прощай. прощай, прощай, отче край, прощай, 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 милый взгляд, не все из нас придут назад. Летят, летят, летят года, уходят вам глупые сда, а в них солдаты, и в небе темном горит солдатская звезда. А в них солдаты, и в небе темном горит солдатская звезда. Лес до степи, до степи полустанки, свет вечерний и новой зари, не забудь же прощание славянки, сокровенно в душе повтори. Нет, не будет душа безучастна, справедливости светят огни. За любовь, за великое братство отдавали мы жизни свои. Прощай, отче край, ты нас вспоминай, прощай, милый взгляд, прости, прощай, прости, прощай. Прощай, отче край, ты нас вспоминай, прощай, милый взгляд, не все из нас придут назад. Летят, летят, летят года, а песня ты с нами всегда. Тебя мы помним, и в небе темном горит солдатская звезда. Тебя мы помним, и в небе темном горит солдатская звезда. Прощай, отче край, ты нас вспоминай, прощай, милый взгляд, прости, прощай, прости, прощай. Прощай, отче край, ты нас вспоминай, прощай, милый взгляд, не все из нас придут назад. Вообще сегодня песен не намечалось, но если молодежь хочет петь, почему нет тем более такие песни? Первой страной, где появилась могила неизвестного солдата и зажжен вечный огонь, стала Франция. В ноябре 1920 года в Париже был похоронен солдат, погибший на полях сражений Первой мировой войны, чье имя так и осталось неизвестно. Затем подобные могилы стали появляться в Великобритании и Соединенных Штатах Америки. В 1966 году Советский Союз готовился отмечать 25-ю годовщину разгрома немецких войск под Москвой зимой 1941 года. Тогда и родилась идея создания мемориального комплекса, посвященного неизвестному солдату. К тому же, незадолго перед открытием комплекса под Зеленоградом строители наткнулись на братскую могилу советских воинов, ценой своей жизни отстоявшей Москву. После тщательного отбора один из красноармейцев стал неизвестным солдатом всей огромной страны. Слово предоставляется председателю Клайпинского отделения благотворительного фонда «Надежда» Валентине Григорьевне Паниной. Валентин Григорьевне Паниной. Валентин Григорьевне Паниной. Валентин Григорьевне Паниной. Ну, во-первых, спасибо всем тем, кто этот праздник, как одна дама сказала, это не праздник, это день поминовения тех, кто исчез из жизни и как было горько тем оставшимся в живых родственникам, которые не знали, где похоронены их родные. Или они погибли в концлагерях, или они погибли в бою, или были замучены фашистами в других каких-то местах. И вот этих солдат, вот это страшно подумать, сколько таких солдат, родственники которых не знают, где они похоронены. Когда вот здесь умирает человек, хоронят, есть кладбище, и в любой нужный момент родственники приходят, поминают, кладут цветы. И им, ну не то, что... Но легче становится, что этот человек не забыт. А эти миллионы погибших, безымянных солдат, их искали родные, но не нашли. И как же горько им было. Среди здесь присутствующих, наверное, тоже есть такие семьи, у которых в войну пропали, известно, родственники. Поэтому, действительно, это страшное время. И когда сейчас, вот, читаешь эту прессу нашу, говорят, что когда советские войска зашли в Литву, они ничего не делали, только, особенно в Клепите, только насиловали детей. Ну, какое кощунство! Это, вы понимаете, вот такое, какое-то страшное время наступило, когда прославляют фашистов, ставят памятники, помощникам фашистов, а забывают о тех, кто спасал миллионы других людей. Кстати, я хочу еще сказать, что 5-го, вот числа, 5-го декабря в России праздник, день воинской славы. Это именно в этот день фашисты уже были недалеко от Москвы, но начался поход против фашистов, и началось отступление фашистов. И этот день назвали день воинской славы. И в России он отмечается. Давайте и мы тоже 5-го числа еще раз у себя дома помянем тех, кто справился с фашизмом. Спасибо! Спасибо, Валентина Григорьевна. 3 декабря 1966 года останки неизвестного солдата были торжественно перенесены и погребены по Кремлевской стены. Спустя полгода, 8 мая 1967 года был полностью открыт мемориальный комплекс и зажжен вечный огонь, привезенный из Ленинграда с Марсового поля. Сегодня мемориалы у Кремля в Москве символ памяти обо всех, чьи имена известны только Богу. Здесь в почетном карауле стоят военнослужащие президентского полка. Не раз предпринимались попытки вычислить количество неизвестных воинов. Попытки математические в уравнение включалось число призванных, пропавших без вести, попавших в клет. Однако тут математика оказалась бессильной. Слишком много неизвестных неточных данных. Эксперты сходятся в одно. Количество неизвестных солдат составляет несколько миллионов человек. Слово предоставляется председателю комитета Титов и справедливость Вячеславу Юрьевичу Титову. Спасибо большое за прислали на слово. Дорогие друзья, сегодня памятный день, день неизвестному солдату, который упал на боях, сражениях и в полях, лесах, в болотах, в воде, в речках, в озерах, на море. Всем тем солдатам, которые отдали жизнь свою, за то, чтобы мы пользуемся этим миром уже на протяжении семи существующих лет. Я не буду много говорить на эту тему, потому что мы все прекрасно, все, которые собрались сегодня здесь, прекрасно знаем, чтим, храним память нашу святую, знаем, что происходит сегодня с пересписыванием историй, какие механизмы запускаются жесткие в этом отношении. Ну, я убежден, что у них ничего не получится, потому что эту память мы сохраним, сохраним через поколение. Это память в наших сердцах о подвиге наших отцов, дедов, прадедов, о всем нашем, в общем, дружном народе. Низкий поклон им всем. Спасибо. Поисковые отряды разных стран прилагают немалые усилия для уменьшения числа неизвестных. И с каждым годом все новые и новые имена возвращаются из непытия. Семьи, потерявшие в годы Великой Отечественной войны родных, получают весточки из прошлого. Так случилось, что и наша организация оказалась вовлеченной в поиски пропавших без вести, и благодаря нашим поисковикам восстанавливаются все новые имена. Сейчас ведется работа по подъему танкистов в Щауляйском районе, летчиков в Мазикайском районе, восстановление имен захороненных в братских могилах красноармейцев в Йоновском районе, а также поисковые работы по отдельным запросам. При этом география имен очень обширная. С фашизмом боролась вся огромная страна, весь Советский Союз. Сам же поиск – долгая и кропотливая работа ребят, посвятивших свою жизнь истории своего народа. Работа достойная уважения. Слово предоставляется члену Клайпинской татарской общины НУР Вадиме Остраковой. Мы, члены татарской общины, собрались здесь сегодня, чтобы тоже отдать дань памяти павшим в Великой Отечественной войне. Очень много было сказано про это сегодня. И все это правда. И мы тоже с благодарностью чтим память павших и благодарны тем, кто освободил нас, наши земли, Россию от фашизма. Благодарны мы и будем всегда помнить, и будем всегда приходить и ложить цветы, и зажигать свечи, пока мы живы. Спасибо вам всем. Спасибо большое, Фатима. Ежегодно отмечать День неизвестного солдата 3 декабря было решено в России в 2014 году. В этом году координаторы Бессмертного полка мира выступили с инициативой отмечать этот день во всех странах. Сегодня наши коллеги проводят памятные мероприятия в Латвии и Эстонии, в Панаме и Чехии, в Германии и Швейцарии, в Молдавии и Беларуси, в Польше и Таиланде, многих других странах. Надеемся, что с каждым годом неизвестных имен будет все меньше, всеми вернутся ушедшие на войну десятилетия назад. У микрофона от Даниил Карабут. от героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей травой. Только грозная доблесть поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, Снова старых друзей узнаю. Хоть и мне двадцати пяти Трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки Поднимался как один, Те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, Где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат С фотографией увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд Для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя Ни солгать, ни обмануть, Ни с пути свернуть. Балтийская молодежная ассоциация От имени Балтийской молодежной ассоциации Ювенис, От координаторов Бессмертного полка мира, Хочу поблагодарить всех, Кто сегодня в этот нетеплый день Пришел почтить память Всех погибших в годы Великой Отечественной войны, Потому что нет разницы, Были ли они солдатами, Были ли они мирными жителями. И надеемся, что с каждым годом Эта дата будет все известней. Сейчас приглашаю Возложить цветы к вечному огню. Спасибо вам. our work. Family D. 共ицы D. 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 Мне кажется, порой, что солдат С травами не пришедшие полей Не в землю нашу полегали пока А превратились в петь журавлей Они до сей поры с времен тех давних Летят и подают нам голоса Не потому, как чувства и печали Музыка плавит в небесах Музыка плавит в небесах Клинк устал Летит в тунналь на исходе дня И в том строю есть промежуток мара Быть может это место для меня Музыка плавит в небесах Останет день журавлей Сюда и Я поверну в таком зимой Испытный день Поблиничный 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 Часто В Regierung Поблиник Поблиники У doch Поблиник Мне кажется Поро Что слухает Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok